добрый день дорогие участники добрый день уважаемые сопровождающие позвольте я начать мне с того чтобы поздравить всех участников с завершением первого трудового дня с завершением письменных конкурсов и позвольте представить вашему вниманию разбор и анализ заданий конкурса лексика драматического use of English который в этом году был немножечко нетрадиционным потому что как вы знаете ранее не было деления на параллели в этом году из четырех заданий которые были представлены на конкурс use of English три были разными для параллели девятого класса десятого единства и презентация составлена таким образом что сначала будут показаны задания которые выполняли учащиеся девятого класса все три задания которые отличались далее показаны прианализированные ответы на задания которые выполняли учащиеся десятого класса и далее три задания выполняющиеся участниками одиннадцатого класса и в самом конце для того чтобы никому не было видно и никто раньше времени не радовался бы тому что он сделал все правильно последнее задание из тридцать первого по сороковой который был единым для всех участников оно будет освещено в самом конце для того чтобы все одновременно могли порадоваться жизни я постараюсь быть краткой чтобы не утомлять вас лишними комментариями и поэтому особенно там где касается первого задания где нужно было ставить ребят я просто буду показывать вам ответы мои комментарии там просто будут не нужны не буду вас вставлять очень долго пожалуй можно начать хочу напомнить что он за конкурс юсуф и мышь там было 40 заданий 40 пунктов максимальное количество баллов при выполненных всех заданий правильным образом можно было надобрать 20 баллов то есть каждый балл каждое правильно выполненное задание пунктик давал нам полбала полбала и так значит задание первое задание все были одинаковые для всех классов задание первым нужно было заполнить гэпс в текстах связанных слова были даны нужно было просто слова не все но иногда видоизменять и ставить правильный грамматический форм соответственно поехали number one gap number one значит здесь нужно было глагол conjure употребить в правильной грамматической форме а именно в present perfect tense или в present perfect continuous tense so since then now the term has conjured или has been conjuring up an image of endurance against great odds соответственно два этих варианта были правильными надеюсь они у всех есть number two number two the adverb treacherously was to be used here so Germany treacherously attacked the USSR а treacherously а в той форме в которую он и был представлен в таблице нужно было вставить number three phrasal verb put put up the enemy did not put up serious resistance gap four after the failure of the offensive in Moscow offensive as a noun да нападение на Москву ну больше собственно говоря сюда ничего и не подходило поэтому я думаю что выбрали все правильную опцию number five passive voice past simple so consequently the convoy were exposed to large concentrations of German boats and aircraft ну тоже достаточно логично что нужно было использовать пассивный залог и прошедшее время думаю что все с этим справились number six is bound so bound for направляющийся куда-то и форма слово bound остается неизменной поэтому ну комментарии тут тоже будут излишни seven adjective staggering seven hundred million and the form is not changed as well staggering number eight is toe the toe taken on the abandoned Conway was horrendous that's the only noun that fits here and nine and ten tsunamis were committed passive voice and past simple they proved that they were committed to helping the Soviet people and number ten is an adverb Soviet people who unsparingly fought for victory нещадно миста не покладая рук не щадя себя боролись не жалея сил боролись за победу there was task one второе задание было очень интересно poder были даны маленькие текстики в каждом из подпунктиков с 10 с 11 по 20 и нужно было найти одно слово которое было неправильно употреблено не само слово само слово просто другое слово было употреблено и И на листах ответа нужно было написать как неправильное слово, так и правильное. 11. So the wrong one is horse, and the correct one is house. Вряд ли можно было схватить ближайшую лошадь для того, чтобы потушить огонь. Поэтому, естественно, что слово лошадь совершенно неуместно здесь. So house should be replaced. And instead of it, we should use the word house. 12. The wrong word is pets, and the correct one is pests. So definitely we never eliminate pets, especially when we speak about gardening. So pests is the thing we have to eliminate and to struggle with, and that's it. So pets is the wrong one, and pests is the correct one. Number 13. Естественно, что в забастовке вряд ли нам помог бы балет, поэтому балет – это неправильное слово. And belly is the wrong option, while the correct one is ballad. So ballad is the one you have to think about. Неправильное слово, да, government meditation, and it should be replaced with the mediation, да, посредничество, вмешательство. И именно вмешательство правительства, возможно, как-то поможет разрешить дилемму. Вряд ли существует такой спорт, возможно, в будущем и будет, но пока что надо было заменить слово tourist, вернее, слово sport, на слово sport, да, местечко туристическое. Ну, с чем я тоже думаю, вы справились. Что тоже, наверное, не лишено здравосмысла, но если мы говорим про awareness of healthy eating habits, то, конечно же, мы говорим о постном мясе, поэтому cleaner is the wrong one, while the leaner is the correct one. 17, 17, a 70-year-old trustee messenger can definitely seek any part-time post. Естественно, что слово rusty надо было заменить на слово trustee, что тоже достаточно очевидно. 18, 18, a small delegation will be deceived at the British embassy is not correct, definitely. И слово deceived нужно было заменить на слово received. Их там, конечно же, принимали, они обманывали. 19, expensive reading is a very good thing, perhaps. So, I doubt it exists, so extensive reading is the one we have to write here. Extensive reading. And the last point here are complaints about pretty little things. Вряд ли кто-то жаловался бы на pretty little things, поэтому pretty нужно заменить на petty, и тогда все становится на свои места. So, the wrong one is pretty, and the correct one is petty. Task three, you have to do the crossword puzzle. Если вы были достаточно внимательны, то вы замечали, что в самом задании содержался некий намек, hint, чтобы облегчить вам немножко задачу. В данном случае в кроссворд нужно было вставить слова, которые были вытащены из известного достаточно идиома, которые в этом случае были соотносимы с одеждой. Значит, 21. I've almost finished decorating the kitchen. One wall needs another coat of paint. Еще один слой на краске. И слово coat должно было быть вставлено в кроссворд, и дальше в лист ответа. 22. My aunt is economical. She has a bean, her bonnet. Ну, идиомы вообще не имеет смысла комментировать, они такие, которые есть. Правильное слово bonnet, которое вы должны были вспомнить. Number 23. Когда мы выражаем свое состояние, когда мы сердиты, когда мы в гневе. To be caught under the collar. И именно слово collar должно было быть вставлено и вписано в кроссворд под номером 23. 24. The train station was bursting at seams. Трещать по швам. Слово seams должно было быть тоже угодно вами. 25. To tighten the belts. Потуже затянуть ремни, что соответствует нашей идиоме. Поэтому тоже не должно представлять никакую проблему, сложности, трудности. She is the one who wears the pants. Anna makes the decisions and she wears the pants. Классическое слово trousers, конечно же, не может быть здесь использовано. Не менее классическое слово pants подходит по буковкам в кроссворд, поэтому именно оно и должно быть написано здесь. 27 bootstraps. Nobody helped my brother. He pulled himself up by his bootstraps. И слово bootstraps, надеюсь, тоже было угадано вами. 28. She's got something up your sleeve. Нечто, что она припрятала, естественно, в рукаве, поэтому sleeve – это единственная правильная опция в данном 28 номере. And it will be really difficult to find someone to fill Ben's shoes. Ну, тоже вполне логично. Слово shoes должно было быть употреблено вами в номере 29. Ну, и традиционно эквивалентно русской поговорки. Снимет последнюю рубаху и отдаст. He'll give you a shirt off his back. Теперь девятые классы могут чуть-чуть подрасслабиться и подождать, пока будет задание, которое будет общее одно для всех. Так, и немножечко могут напрячься десятиклассники, потому что сейчас час х до них. Минутка. Пять минут х. Так. Task 1. Задания все те же. Слово, которое нужно было вставить в ГЭП. И, так как он не в одном предложении, то сразу два слова. A recent study by Dr. Simon Lamb from University of Melbourne and Dr. Adam Alter from New York University Business School has revealed that people with easy-to-pronounce names tend to be evaluated more positively. So, revealed and evaluated должны быть употреблены в правильный грамматический форм. Three and four. Значит, здесь что? Здесь одно предложение, поэтому тоже два слова сразу. The researchers found that people with more easily-pronounceable names were more likely to be looked upon favorably for political office, and that lawyers with easier-sounding names meant their ways up the career ladder faster. Фразовый глагол look upon, да, to be looked upon, и подниматься вверх по карьерной лестнице. Естественно, что существительное ледо не даёт шанс никаким другим существительным быть употреблёнными здесь. Номер пять. Наречие милые. Наречие милые. The researchers stressed that preferences were not merely due to the length of the name or how unusual it was, but rather how easily it was to say. Милые. Подходит сюда по смыслу. И только оно, потому что больше никаких наречий здесь нет. Больше никакой существительное. В принципе, сюда не может подойти по смыслу, поэтому я не думаю, что это было проблематично. And number ten and eleven. And appreciation of this may lead to more impartial, fairer thinking and treatment of other people. So appreciation and treatment замыкают десятку правильных слов, которые вы должны были бы употребить в первом задании. Задание два, где нужно было бы найти и исправить ошибочные слова. And number eleven. The wrong word is smell, because the crowd began to swell, of course, and by noon it had brought traffic in the area to standstill. И поэтому слово smell нужно было записать как неправильное и исправить слово на слово swell, которое вписать в правильный вариант. Number twelve. The correct word is the word bad, because you have to use the word bad here, попытка урегулировать, да, проблема, естественно, не bad. So bad and bad are two options you have to write here. Number thirteen. The wrong option is hanged. The liberal party cannot hang its leader, fortunately. И поэтому слово hanged надо было заменить на слово changed. So the wrong word is hanged. The correct option is changed. Number four in. Так как речь идет о констоварах, то правильное написание слова stationary, нужное слово на stationary, да, будет писаться через букву и после н, а не через букву эй, как написано в исходном варианте. So the correct word is stationary spelled with a, no, the wrong word is stationary spelled with a, while the correct option is stationary spelled with e after n. A very nice phrase. Mike Powers said that being an underdog always brings out the beast in him is definitely not correct. The word beast should be replaced here with the correct option best. Значит, надо оставить слово best и убрать слово beast. The wrong one is beast and the correct one is best. Sixteen. Celebrate Christmas in the heart of Scotland instead of heat of Scotland. The wrong word is heat and the correct word is heart. Seventeen. No one knows what a full Greek curse is, even if it's required. So we have to change the word curse, take it out and replace it with the correct option cause. Eighteen. The owner tried to call the police. Не мог пока никак он ее успокоить, полицию, потому что она еще была не вызвана. И чтобы как-то унять дебошира, нужно было вызвать полицию. So the wrong option is come and the correct one is call. Nineteen. You have to keep all the codes organized. Естественно, слово codes, которое дано нам здесь, обозначающее связки голосовые, а также струны, никаким образом не могут быть связаны с нужным нам словом codes, который пишется без h, которым мы должны заменить неправильное слово. So the wrong option is could with h, while the correct one is could without any kind of h. Yes. The last option here is the Siberian tiger that sometimes even preys on bears. И правильное написание слова охотиться, pray, должно быть с и после а, вместо слова молиться, которое нам предложено в оригинальном варианте. Task three. Crossword puzzle, который был предложен здесь. Все идиомы имели отношение к дорогам. Это тоже каким-то образом облегчало задачу. So twenty-one is to be at a crossroads. И слово crossroads должно было быть внесено и записано вами в crossword. Twenty-two is to drive somebody around the bend. Выводить кого-то из себя. И существительное bend тоже должно было быть угадано и записано вами. The book is right up your alley. The noun is alley. Ну и тоже не может быть заменено никаким другим существительным. Поэтому только оно должно было быть вписано в кроссвордик. А также в архе листике ответа. I'm really stuck in a rut in this job. Три буквы существительное rat должно было быть правильно вписано в кроссворд в номере двадцать четыре. Номер двадцать пять. She lives right up the beaten track. Ну естественно, что если вы любите тишину и покой, то там вам и надо жить. Off the beaten track. С проторенной дорожки, где не шумно, тихенько и спокойненько. Надеюсь, что все мы после того, как станем победителями, сможем отдохнуть в тихом и уютном местечке. So 25 is track, while 26 is road rage, which is increasing in many countries and fortunately in our country as well. Nothing else can be written here. Rage is the correct option. The only one. Немножечко грустновато, пессимистично, но and это единственное слово, которое могло бы быть вписано в двадцать седьмой в кроссвордик под номером двадцать семь. Двадцать восемь. Paths. Goodbye, hope our paths cross again soon. Надеюсь, что пути наши пересекутся, дорожки наши пересекутся. Тоже совпадение с русской идиомой, поэтому никаких проблем здесь быть не должно было быть. I can't set backseat drivers. Никто не любит таких людей, которые сидят и сзади что-то нам говорят все время не то. Поэтому backseat is the only correct option in 29. And the last one here is everyone seemed to have a specific rule except me. I feel like a fifth wheel. Не нужная вещь, конечно же, но тем не менее слово wheel, колесо, могло бы вам принести вожделенные полбала, если бы его вспомнили. А вожделенные полбала, возможно, смогут вам принести победу в этом конкурсе, а также во всех последующих конкурсах. Чуть-чуть теперь десятиклассники тоже могут отдохнуть, в то время как все еще продолжаю напрягаться я вместе с одиннадцатым классом уже попытаюсь не томить долго ни себя, ни одиннадцатый класс, ни все остальные. И задания все так же остаются неизменными. Нужно выбрать одно слово, табличечки. И в первом задании для одиннадцатого класса нужно было ставить слово founding. Все, надеюсь, именно слово founding и вставили. Номер два. Крикет был также embraced elsewhere. Верб embraced in the past тоже не представляет особой сложности. Номер три. Номер четыре. Индигенос people and hierarchy. Номер три. Немножечко несправедливости в каждом задании существует. Но что поделать? Жизнь не всегда справедлива тоже, к сожалению. Все, номер пять. Now, the verb reinforce даже должен был быть написан в прошедшем времени. It reinforced racial stereotypes. Six and seven. It was seen as a crude way of spreading civilized values to those who the British Empire deemed uncivil. Ну, достаточно однозначные слова, которые могут быть вставлены. Больше никаких опций. Очевидно. Hopefully, здесь быть не может. Abolition of slavery. Надеюсь, что ни один человек не сделал ошибку, потому что рабство только его могли отменить. Вернее, только отменить его и могли. Number nine and ten. Past time and oppression. So, cricket remained a popular past time even after many of the colonies gained independence. And now it was the sport of the people rather than a symbol of oppression. И два правильных вами написанного слова past time и oppression завершают правильно выполненное вами первое задание и переносят вас ко второму заданию. Все то же самое, поэтому не комментирую задание. Слово nerd в одиннадцатом нужно было заменить, конечно, на слово herd, потому что herd immunity, групповой иммунитет, мог вырабатывать, может вырабатываться никакого отношения к nerd. Это не имеет. Twelve. The wrong word is fried, while the correct one is flight. Ну, естественно, faulty switch on the flight deck только может быть, а fried deck вообще не существует. Number 13. 45 guerrillas who walked out of the jungle yesterday, конечно же, их угощали в presidential palace, и поэтому most of them said they considered the meal as a treat, not threat. So, the wrong option is threat, and the correct one is treat. Number 14. The manager of the United Football Club decided not to play the team's top goal scorer, Mark Taylor. Возможно, конечно, он потом не захочет ему платить, но сейчас платить является неправильной опцией. So, wrong is pay, correct is play. Fifteen. Mother tank – это то, что должно быть. Other tank – это то, чего быть не должно. So, the wrong word is other, the correct one is mother. Sixteen. Конечно же, острова лежат, располагаются вблизи, на юго-востоке, на юго-восточном, рядом с юго-восточным побережьем Испании. Жить они там не могут. Хотя, возможно, если бы мы спросили сами острова, они бы сказали бы, что они там живут. Тем не менее. The correct option is lie, while the wrong one is live. So, lie close to the southeast coast of Spain. Number 17. The concept of rubbish is a decent idea, perhaps. It could be decent, but it is recent idea. So, the wrong option is decent, while the correct one is recent. И, надеюсь, тут тоже не было никаких трудностей. Семнадцатая немножечко с черным юмором. Естественно, some club officials managed to find silverware. Among the dying members is nonsense. Among the dying embers, so the wrong option is members, while the correct one is embers. The last bit one. The shuttle takes off like a rocket, конечно же. Теннисная ракетка никаким образом не может соотноситься к шаттлу. Поэтому нам надо изменить слово racket на слово rocket, поменяв буквку A на буквку O. So, the wrong option is racket, and the correct one is rocket. Последнее слово, которое надо было вставить и изменить в двадцатом пунктике, было слово screws, которое, конечно же, соотносится с metal nails, и всё, что вы должны делать, когда climb a ladder, чтобы что-то повесить. Шурупчики, винтики, гаечки, гвоздики, и, конечно же, не shoes, никак не могут соотноситься сюда. So, the wrong option is shoes, while the correct one is screws. И я надеюсь, что все двадцать пунктов, которые мы уже обговорили, были выполнены всеми абсолютно правильно. Таск третий. Идиомы. Crossword. И здесь идиомы related to houses and household objects, абсолютно употребимые каждодневно, ежедневно, входящие в наш лексикон, каждодневный. My sister tends to sit on the fence when it comes to making decisions. Ну вот, нерешительная сестра, поэтому всё время делает это. Fence is the word you have to write. So, twenty-two. To be on the threshold of exciting new developments. Естественно, на пороге чего-то точное соответствие нашего идиоматического выражения, поэтому ничего другого, надеюсь, в голову вам не пришло. Тем более по буковкам должно тоже было всё совпасть. Your news reports have really brought home to me. Да, собственно говоря, тоже идиома, которая... Ну, ничего, кроме слова home, не может быть употреблено здесь. То есть вот, наконец-таки до меня дошло, да, я понял всю сложность, все тяготы, всё стало мне ясным. Известная всем нам идиома. Поэтому она тоже не нуждается в никаких комментариях. Twenty-five. Боюсь, что это то, что все участники делали в последние месяцы долгие. Burning the candle at both ends and not allowing yourself enough sleep. Надеюсь, что скоро вы сможете отдохнуть и как следует поспать. Двадцать пять и слово candle, которое принесло нам вожделенные полбала. Twenty-six. To fly his father, Jenny's father flew off the handle. Слететь с катушки, рассердиться очень сильно, очень... Просто слететь с катушки и рассердиться сильно. Ну, fly off the handle, идиома, которая тоже известна всем. Twenty-seven. To hit the ceiling, and the slightest provocation. Раздражаться, выходить из себя. Тоже то, что вы должны либо угадать. I haven't been promoted in my new job, at least. I've got my foot in the door. Идиома, которая тоже известна всем. To have one's foot in the door. Надеюсь, что все написали. Именно слово the one. Twenty-nine. To hold the key to the party. And the word key has to fit in your crossword. And to be put down on your answer sheet. And the last one. The similes are safest houses. Ну, тоже известное диаматическое выражение, которое исключает все варианты, кроме того, которое тут должно было быть. И это слово houses. И, наконец, теперь опять должны напрячься все. Совсем чуть-чуть. Suspense. Естественно, extra options были, которые нам были не нужны. Но, тем не менее, я на всякий случай позволю себе проверить себя. So, 31 and 32. So, 31 is H. And the new frontier. While 32 is L. 1961, 1963. And 33 and 34. 33 is manifest destiny. While 34 is the date. 1840s. So, it's F and C. 35 and 36. 35 is I. Remember the main. While 36 is D. 1898. 37 and 38. 37 is K. Taxation without representation. While 38 is A. 1775. 1781. И два последних... Две последние цифры. Две последние буквы, которые... Доставить нам огромную радость, я думаю. И слышу уже радостные крики «Ура». Всех тех, кто выполнил 40 из 40 правильно. Надеюсь, это все участники. И все участники успешно справились с конкурсом use of English. Я очень надеюсь, что все остальные конкурсы, со всеми остальными конкурсами, вы справитесь также удачно. И очень скоро сможете вожделенно зажать в своих прекрасных кулачках свои прекрасные, уже даже не знаю, что прекрасное вам дадут, дипломчики прекрасные, которые будут достойным вознаграждением за ваш труд. Благодарю вас за внимание, желаю вам всего хорошего и до новых встреч.